Вашингтонский институт изучения войны вновь обвиняет Россию в принудительной интеграции и депортации украинцев, в том числе несовершеннолетних. Огромные прибыли на фоне низкой заработной платы и тяжелых условий труда в предпраздничный период протесты сотрудников торговых компаний в Черную Пятницу. Российские чиновники оккупационной власти предпринимают новые попытки консолидировать административный контроль над оккупированными и аннексированными территориями и насильно интегрировать украинских граждан в российские социокультурные, экономические, военные и управленческие системы. Институт изучения войны сообщает, российские оккупационные власти и вооруженные силы и дальше ужесточали фильтрационные меры на оккупированных России и территориях в Украине. Вот как проходят российские фильтрационные процедуры в Украине. Сначала людей задерживают и заставляют в пункты фильтрации, либо останавливают на контрольных пунктах фильтрации, где проверяют, представляют ли они угрозу. Того, кого посчитают наиболее опасным, вероятно, задержат и заключат под стражу в Восточной Украине, либо в России. Тот, кого сочтут менее опасным, но все же враждебным, вероятно, будет принудительно депортирован в Россию. Тем, кого посчитают не опасным, вероятно, либо выдадут документы и разрешат остаться в Украине, либо принудительно депортируют в Россию. Среди депортированных много детей. Институт изучения войны сообщает, российские чиновники продолжают работу по депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Назначенные Россией власти так называемой Луганской Народной Республики заявили, что они отправили украинских детей из этого региона в Краснодарский край, в Россию. По данным Национального информационного бюро Украины, почти 11,5 тысяч детей были депортированы. Эти данные основаны на сообщениях родителей, которые разыскивают детей. Как ранее утверждал Институт изучения войны, известные российские военные блогеры начали распространять документальный сериал, в котором ясно показано, как украинских детей передают в российские семьи. Эта документальная кампания, вероятно, призвана сформировать информационный фон для нормализации отношения к принудительной ассимиляции украинских детей в российских семьях и российском обществе. В археологическом парке Помпеи стадо из 150 овец привлекли для стрижки излишней растительности. Эковыпас позволит администрации парка без каких-либо затрат поддерживать травяные поверхности в полном соответствии с особенностями здешней природной среды. Кто бы ни приехал в Помпеи, он обнаружит, что город состоит не только из улиц, домов и магазинов, но и из обширных зеленых зон. Эти области требуют расходов на содержание. Проект ферма Помпеи, в котором главными героями являются овцы, часть гораздо более крупного проекта. Его цель усовершенствует сельскохозяйственную область археологического парка. Овцам, в отличие от машин, не нужна электроэнергия. Кроме того, отпадает необходимость в утилизации травы, как это бывает при ее промышленном покосе. Овца же, напротив, проглатывает траву и перерабатывает ее, удобряя землю. Обработка территории овцами не только экономична. Это позволит создать ландшафт, более устойчивый к засушливым сезонам и проливным дождям. Около 50 видов акул взяты под защиту. Их вылавливают из-за плавников, из которых готовят супы в Азии. Такое историческое решение приняли представители 180 стран, собравшиеся в Панаме, на 19-й конференции, конвенции по международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения. Предложение по регулированию промысла и торговли акулами вызвало наибольшее обсуждение на форуме. На чемпионате мира по футболу в Катаре решается судьба сборных Мексики и Аргентины. От их субботней встречи зависит, какая из двух латиноамериканских команд окажется на грани вылета с турнира на групповом этапе. Аргентинские болельщики молятся у памятника Святому Марадоне, открытого в Дохе. В надежде на своего рода реванш после шокирующего поражения одной из лучших сборных мира в матче с Саудовской Аравией. Многое будет зависеть от того, как саудиты сыграют с поляками. Ничья или победа европейской команды ожесточит конкуренцию в группе С. Франция тем временем готовится к встрече с Данией. Действующий чемпион мира, несмотря на потерю нескольких ключевых игроков, начал свое выступление в Катаре более убедительно, чем аргентинцы и немцы, с разгрома Австралия. А вот датчане свой первый матч с Тунисом сыграли в ничью, не сумев забить ни одного гола. Теперь настал черед Австралии сразиться с Орлами Карфагена за возможность подняться с позиции аутсайдера в групповой таблице.